Доброго времени суток моим дорогим подписчикам и всем-всем-всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня мы с вами будем готовить свинину по-армянски с русским акцентом. Ну что ж, давайте приступим. Репчатый лук, вот у меня 4 луковицы, режем кружочками. Вот так вот берем и нарезаем кружочками. А картофель можете порезать вот таким вот образом или вот таким. А сейчас приготовим томатный соус. Берем томатную пасту. У меня томатная паста помидорка. 140 грамм в количестве. Открываем ее. Ой, вот так вот. Вот. И в мисочку отправляем. Добавляем кипяченой водички. 150 миллилитров. Перемешиваем. Чтобы масса получилась не густой и не жидкой. По-моему, у меня густоватая масса немного. Можно еще добавить немного водички. Откручу баночку и добавлю еще воды. Вот так. Перемешиваем. И добавляем черный молотый перец. По вкусу. И продолжаем перемешивать. Вот такая томатная паста из помидорки у меня получилась. Берем свиную грудинку в количестве около килограмма. И режем кусочками. Часть грудинки очищаем от кожицы. А другую часть оставляем с кожицей. Это для того, хочу так сделать, чтобы поэкспериментировать. Мне просто интересно, зависит ли вкус от кожицы или нет. В посудину выкладывайте свиную грудинку. Желательно кожицы вниз. Раскладываем ее друг к другу. Вот таким вот образом. Раскладываем. Немного присолим. Солью. Где-то щепотки две. Вот. А теперь добавим базилика. Если у вас под рукой нет базилика, можете добавить орегано. И еще немножечко добавляем красного молотого сладкого перчика. Вот так вот. Вот так вот. А выкладываем слой лука, который мы с вами нарезали кольцами, кружками и колечками. Лука не жалейте. Чем больше и тем вкуснее будет. О, какая красота. О, какая красота. Аромат. На лук выкладываем картофель. О, картофель тоже немножечко присаливаем. Так же добавляем базилик. О, перчика чуть-чуть. И снова кольца луковые. И сверху закрываем опять картофелем. Красный молотый сладкий перчик. Закрываем крышкой. И включаем огонь. И где-то в течение 5 минут все это у нас должно немножко потушиться. Масло добавлять не нужно. Тушим на сухую в течение 5-7 минут. И не забудьте положить лавровый лист. Все. Теперь пусть тушится. Прошло 5 минут. Открываем нашу посудину. И в содержимое вливаем томатный соус. Закрываем крышкой. И тушим в течение... В течение... Никак не выговорил. В течение... В течение 40-45 минут. Вот. Грудинка с картошкой тушится. Смотрите, какая красота. О, вижу, что кипит на дне-то. Ну, пусть тушится. Приготовление свинины с картофелем подходит к своему завершению. Еще чуть-чуть, и наше блюдо будет готово. А теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Беру аккуратненько все. Картошечку. Сначала выложим. А вот мясо. Ой. Оно прожарилось. Оно прожарилось. Вот такая тушеная свинина с картофелем у меня получилась. Всем желаю приятного аппетита. Если вам понравилось мое блюдо, то ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на мой канал. Будем готовить много вкусного. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok